Ого, здесь огромный аэропорт, аэропортище и нам надо где-то провести час, потому что вторая половина оркестра летит с другим рейсом. Сейчас будем искать, где садить. Так, мы приехали. Нет, мы спорте. Сейчас мы приехали из Москвы и приехали в отель Москва. Идем заселяться, наш автобус нас ждет. Через 15-20 минут насадимся уже обратно. Давай попьем, а потом пойдем. Давай попьем. А заселяться будем? Сейчас заселяемся. Сначала мы напьемся. На, бери как раз. Первая реакция. Что-то. Большой номер. Ура. Какой же парный. Лен, ты где-то на диване? О, мне все равно. Я могу на диване. Юля на кровати пахнет ковром. А у нас еще есть... Что у нас есть? У нас есть балкон, Юлия. У нас даже ванна есть, мать. Угу. Что мы тут делаем на балконе? Смотрим на гору. Как всегда, мы не фокусируем. Так, у Юльки там ванная. Между прочим, у нас два балкона. Как? Так. Один для дивана балкона, второй для... Да. Это раз, а вот соседний за креслом. Еще один вот здесь. Я заняла нам место за столиком. Рядом с белым роялем. Нам уже с тобой подойдет. Мы путешествуем от Лувра до Лувра. Здесь свой местный Лувр. Здесь нравится мне без цент. Вот. Теперь надо тоже разыграться. Собрать ноты. Возьми, после всех перевозок. Посмотрим, что сегодня будет. Сидим, ждем. Встала пять минут до концерта. Уже пора идти, да? Готовность номер один. Ну что, надо позавтракать. Ну, пришли. Да, привет. Зато тут еще вкуснятина. Так, еще наелись. Теперь кофейку. Пошли убирать. Ну, и вообще, полный стал классный. Так, полный загруз чемодана. Уже некуда. С той стороны пошел. Все, сейчас стартуем. И тебе кто, кому что купил. Есть очень известный завод Виндингерма. Вот выясняй, это оно или не оно. Ауррида. Ауррида. Мы сюда приехали. Так, гусы надели. Вот резинку. Сейчас надо надеть вот эти гусиные лаписчин. А, не надо подключаться. И уже будем играть. Тут, да, было. Иду, иду, я не теряюсь. Целое шоу. А мы были вот тут на сцене. Теперь мы идем обратно в гримерку. Исторический сториз. Нет, просто мы еще едем. Нас остановили подышать. Кому покурить. Кому... Кому не покурить. Так. Рун-тур. Час ночи. Мы живем вдвоем. В трехкомнатном. Мы раздеваемся. Да, с балконом. В общем, в номере воняет страшно. Хлоркой. В короче, даже не буду показывать типично советскую эту... Такую... А в кастину, да? И балкон. Ну, с видом на Севастополь. Ой, господи, я в эти... В веревки для трусов врезалась. Не заметила. Вот, Юлька говорит, что двери у нас не открываются. Да! Не закрывается, не открывается. Надо все держать. Всем доброе утро. Подъем пора вставать. Здравствуй, стройка. Опция кому... То есть, которую вчера не было видно. Кому? Не, не было видно. Это море у нас тут. За окном бухта. И всякие машины. Потому что... Красиво. У меня вообще ухала. Да, Юлька ухала. Ты уходишь? Да. Решать позднем. Сегодня, да? В таком порционном. Варя, доброе утро. Есть. Все. Наелись. Вот, столовая. Идем собирать чемодан. Через 20 минут выкатываемся. Нормальные герои. Всегда идут в обход. Да, служебный вход. Просто у нас не пастили. Все залезаем в маленькую дырочку. Севастопольский арт. Ну да, он там тоже. Стоим, ждем автобус нами. Там, куда поворачивали. Приехали мы на оттуда. Организованные гусики идут кушать. Мы высадились из-за столб. А там такой парк для скейтеров. Ну не парк, а приспособление. Мы идем есть или голосовать. Мы пришли на избирательный участок. Говорят, там еда. У каждого проблема регистрация на рейсе, что-то еще. Ура, буфет. Столовая. Заходи. Все наедые. Гримерки все они такие большие. Я решила расплажиться за сценой. У меня тут личный кабинет. Сейчас все. Переодеваемся. Люстра дворцовая. Переодеваемся и начинаем контакт. Все, летим домой. Мне очень нравится вот та стена зеленая. Всегда в этом аэропорту. Все, пора. Встаю на регистрацию. А то отстану. Ну не отстану, но надо уже делать. Все, что не успел купить, можно купить в duty-free. Типа все русские прибамбасы. Почему-то в аэропорту сам интересно, да? Это люди христили. Сейчас что-нибудь поглазеешь, что-то есть. Посмотрю. Ой, показываю. Пойдем. Пойдем, тут много что. Хочу, того не знаю, чего. Обычно не знаю, что брать. Уже всякого набрала. Мне понравилась вот такая крымская халва. Спрошу, сколько стоит. А вот с ароматным розой тоже интересно. У меня еще час. Нужно сходить, что-нибудь поесть. Но правда я взяла вот мороженое детское с петенькой. Нашла я себе кафе, нашла Юлю. Юля, я тебя нашла. Юля меня. Да, Юля, я шла, ничего не видела. А что это такое, Лена? Она разглядывает то, что я купила в duty-free. И это подарки. Ну, разворачивай, посмотрим. Как это даже подарок. А я себе, я съела сыр. Кусок крымского здесь купила. Кстати, ну что, 10 грамм 100 иностранных рублей. Что это не? Очень вкусно. Вот, а это 90 рублей морковный кекс и пирог с абрикосами. Просто у нас был ланчбокс с собой, нам давали на ужин. Но там такое, что, к сожалению, мне нельзя есть. Папа, альгей. Типицу не ела, да это? Вот так вот. Доброе утро. Каждое утро доброе, никто не виноват, что ты не выспался. Прекрасный кафарчик. Хуй, я аж подобился. Но мой подраз. Цены вообще роскошные. У меня вообще ценник. Для аэропорта это больше смешно. Я помню, мы тогда... Тут так все бешено, вкусно будет. Но цены тоже. Цены за 100 грамм. Цены тоже разные. Здоровские. Конечно, это вообще... Скорный разврат. Сядки вот эти... Сняшки, пиздашки. Халванов селабы. Какие-то красивые. В общем, беспредел. Привет, Москва. Я вышла уже за чемоданом. Яник! Яник! Ура! 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 Собака! Мое поле! Попар. Копар.